Намаскар, Гуроджи. У меня маленький вопрос. А бывают другие вопросы? Существует ли карма, и как она влияет на нашу судьбу? Необходимо понять, что карма означает действие. Поэтому, когда вы говорите «карма», вы говорите о действии. Существует четыре вида действия, которые вы выполняете, пока просто сидите здесь. Ваше тело делает что-то — это физическое действие. Ваш ум что-то делает — это ментальное действие. Ваши эмоции что-то делают — это эмоциональное действие. Ваши энергии что-то делают — это энергетическое действие. Эти четыре измерения деятельности происходят в каждый момент вашей жизни. И когда вы бодрствуете, и когда спите. В сегодняшнем утре с того момента, как вы проснулись я не буду учитывать то время пока вы спите, с того момента, как вы проснулись до настоящего момента какой процент этих четырех действий вы осознаете? Это вопрос. Какой процент этих четырех видов действий вы осознавали с утра и до настоящего момента. Гораздо ниже 1%, не так ли? Итак, 99% вашей кармы, ваших действий, являются неосознанными. Представьте, что я неосознанно буду брать что-то и кидать вот так. Всё это будет постоянно падать мне на голову, и я буду думать, что на меня это падает с неба, потому что я не осознаю, что я сам кидаю эти предметы. Когда 99% ваших действий или даже больше являются неосознанными, вы всегда думаете, что это кто-то делает с вами. Причина, по которой люди всегда говорили о том, чтобы быть осознанным, если вы поднимете этот уровень до 2%, внезапно начнет казаться, что ваша судьба в ваших руках. Если вы в совершенстве овладели своим физическим телом, 15-20% вашей жизни и вашей судьбы в ваших руках. Если вы в совершенстве овладели своим умом, 50-60% вашей жизни и судьбы в ваших руках. Если вы в совершенстве овладели своими жизненными энергиями, 100% вашей жизни и вашей судьбы в ваших руках. Ваш интеллект или ваш ум, структура вашего ума, находит выражение многими способами. Я знаю, что в английском есть только одно слово «ум», которым объясняется все. С югической точки зрения мы рассматриваем человеческий ум как совокупность из 16 частей. Сейчас я не буду разбирать все 16, я остановлюсь на четырех. Эти четыре части называются Будди, Аханкара, Манас и Читта. Будди означает интеллект. Интеллект похож на острый нож. Чем он острее, тем лучше. Поэтому природа интеллекта такова, что ему требуется все делить на части, чтобы что-нибудь познать. Такова природа интеллекта. Поскольку современное образование полностью ориентировано на интеллект, другие элементы разума сейчас полностью игнорируются так называемым образованием. Все решается интеллектом. Это значит, что если я действительно хочу узнать вас поближе, то мне нужно будет разделить вас на части. Да. Это единственный способ, которым интеллект может что-то познать. Например, если вы дадите этот красивый цветок ученому, что он с ним сделает? Он разорвет его на множество кусочков и расскажет вам много разных фактов об этом цветке. Единственное, что он упустит, он не ощутит цветок таким, как он есть. Он не будет знать того, что знает пчела, но он познает много другого, потому что такова природа интеллекта. Если вы действительно кого-то любите, то вам нужно разобрать этого человека по кусочкам. Именно в таком направлении мы сейчас и движемся. Вся наша система образования, наша культура, все становится интеллектуальным. Когда такое происходит, что бы вы ни получили, вы неизбежно разберете это на части. Когда такое происходит, вот почему у людей такие проблемы в отношениях. Потому что если вы разберете кого угодно на части и посмотрите на него, никто не покажется вам нормальным, включая вас самих. Да. Если вы примете их, вы сможете познать красоту их существа до некоторой степени. Но если разбирать людей на части, все будут казаться уродливыми. Да или нет? Итак, следующее измерение называется Аханкара. Аханкара означает «ваше отождествление». Я знаю, очень часто Аханкару путают с эго. Но нет, это ваше отождествление. Чем бы вы себя не отождествляли, ваш интеллект сделает все, чтобы защитить эту идентификацию. Если вы будете думать «я мужчина», он будет стараться защитить вашу принадлежность к мужскому полу. Если вы скажете «я женщина», он будет стараться защитить вашу принадлежность к женскому полу. Если вы скажете «я индиец», он будет защищать это. Скажете «я африканец», будет защищать это. Как бы вы себя не воспринимали, ваш интеллект всегда будет стараться защитить это отождествление. Он будет работать вокруг этого. Поэтому с чем бы вы себя не отождествляли, это определенное предубеждение. Нет, нет, у меня очень широкое восприятие. Да? У вас широкое предубеждение. Но это все равно предубеждение. Как только вы начинаете себя с чем-то идентифицировать, вы уже не можете этого остановить, потому что интеллект функционирует вокруг этого. Следующее измерение ума называется манас. Манас означает огромное хранилище памяти. Существует восемь форм памяти. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но очевидно, что существует эволюционная память. Например, вы съедаете манго. Фрукт попадает внутрь и становится мужским телом. Если манго съедает корова, то манго попадает внутрь коровы и становится частью тела коровы. Причина этому — определенный тип эволюционной памяти, которая содержится в вас. Если бы эта память была слаба, вы могли бы съесть манго и внезапно превратиться в обезьяну. Но такого никогда не случалось ни с одним существом, поскольку эволюционная память очень сильна, и она не будет задумываться даже на мгновение. Вы можете много всего обдумывать в своем уме, но эволюционная память в вашей жизни никогда не колебалась даже на мгновение. Не так ли? Даже если вы съедите еду для собак, вы не превратитесь в собаку. Да? Следующий вид памяти — генетический. Сейчас, когда мы говорим о памяти, мы всегда думаем, что она здесь. Нет. Каждая клетка вашего тела содержит в триллион раз больше памяти, чем способен содержать ваш мозг. Вы помните, как выглядел ваш пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка? Нет. Но его нос сейчас на вашем лице? Да. Ваше тело все еще помнит, как выглядели ваши пра-отцы миллион лет назад. Не так ли? Теперь вы живете в Африке. Оно ничего не перепутало. Память ничего не перепутала. Даже цвет кожи, она и его помнит. Это идет без прерыва. Если вы будете жить здесь еще миллион лет, оно все равно будет помнить. Не так ли? Присутствует генетическая память. Итак, существует сознательная память, подсознательная память, бессознательная память, множество слоев памяти. Но все это — хранилище памяти. Если связь между памятью и интеллектом нарушается, интеллект становится бесполезным. Интеллект кажется умным только потому, что он постоянно подпитывается вашей памятью. Что такое быть умным в наши дни? Когда вас в следующий раз пригласят на званный ужин, вы знаете, что делать. Сейчас все так делают. Люди открывают интернет. Они погуглят и найдут галактику Z65. Вычитают несколько фактов о галактике Z65, хотя никто в действительности не знает, существует она или нет. Несколько фактов. Например, сколько до нее миллионов световых лет. И когда придут на званный ужин, то словно невзначай обмолвится, а вы знаете галактику Z65? Да, именно благодаря этому люди и кажутся умными. Так что без памяти интеллект бесполезен. Вот почему мы все время пытаемся подпитывать свою память. Потому что без памяти перед другими людьми мы выглядим глупо. Но есть еще одно измерение ума, которое называется читта, на которое память не имеет никакого влияния. В нем нет ни грамма памяти. Это чистый разум. Что такое память? Все ваши границы выстроены вашей памятью. Вам необходимо это понять. Почему вы говорите, что это моя страна? Так вы это зафиксировали в своей памяти. Вы говорите, это мое тело. Но это тело сохраняет структуру и форму. Только из-за памяти, которую оно несет. Не так ли? Да или нет? Вы понимаете, о чем я? Сейчас оно принимает человеческую форму, вне зависимости от того, какую еду мы употребляем. Оно принимает человеческую форму, потому что обладает определенным видом памяти. Оно никогда не станет телом слона. Вы можете попробовать. Люди пытаются. Но у них не получается, потому что существует определенная структура или граница памяти. Ваше представление о любых видах границ фиксируется только памятью, носителем которой вы являетесь. Но внутри вас также есть разум, в котором отсутствует какая-либо память. Если вы прикоснетесь к этому измерению разума, тогда желание расширяться в вас исчезнет, потому что вы обнаружите неограниченный доступ ко Вселенной. В йоге есть эксцентричный способ выразить это. Йогины говорят, «Если вы соприкоснетесь с читтой, боги станут вашими рабами». Такое эксцентричное выражение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok